Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале начинает выходить новая передача новости клуба видеопутешествий ТОПОС. Те из вас, кто смотрит наш канал давно и знакомы с нашей семьей, помнят, что в июле 2020 года мы с мужем открыли сайт, сайт видеопутешествий. Была в разгаре пандемии, о никаких путешествиях в реальной жизни не могло идти и речи, гиды сидели без работы, путешественники сидели по домам, да еще и многие на карантине. И вот тогда и родилась эта идея дать возможность и тем и другим опять встретиться, посещать страны и города, изучать мир, расширять свой кругозор. Теперь сайт ТОПОС уже имеет большую аудиторию, у нас очень много постоянных зрителей посетителей, у наших гидов появились свои поклонники, коллектив гидов тоже постоянно растет. Должна сказать, что гидов мы, конечно, очень строго отбираем. ТОПОС не работает с любыми экскурсоводами, мы работаем только с настоящими профессионалами и людьми, которые жить не могут без того, чтобы водить, показывать и рассказывать. В этих выпусках новостей я буду рассказывать вам о новых экскурсиях на сайте ТОПОС. Буду рассказывать о расписании на ТОПОС ТВ. ТОПОС ТВ это страничка нашего сайта, где практически каждый день идут экскурсии и лекции в прямом эфире онлайн. А в конце передачи с нами на связь выйдет кто-то из авторов нашего клуба видеопутешествий, кто-то из наших гидов и расскажет о последних новостях из своего города. Оставайтесь с нами. На самом деле на ТОПОСе много новых экскурсий, но я хочу рассказать о самых, на мой взгляд, ярких и интересных. И прежде всего, это, конечно, Помпеи, восставший из пепла от гида Елены Ельчининовой из Неаполя. Меня зовут Ельчининова Елена, я лицензированный гид на юге Италии, конкретно в Неаполе и регионе, компания. Сегодня я вас хочу познакомить, пожалуй, с самым интересным и известным античным городом мира. Это Помпей. Помпей – это город, который в 79 году нашей эры был разрушен страшным извержением вулкана Везувий. Практически за сутки погибли жители города, животные, были разрушены дома, город был просто погребен под многометровой толщей пепла и камней. И вот раскопки, которые были произведены в Помпее, открыли всему миру древний город. Город двухтысячелетней давности, фактически в таком состоянии, в каком он был на тот момент. Выходя с форума, мы попадаем на главную помпейскую улицу. Улица Изобилия. Это не просто улица, это главный декуман. Вообще, градоустройство Помпей полностью соответствовало градоустройству античного города. И как продолжение темы археологии, вторая экскурсия Елены по археологическому музею Неаполя. Дело в том, что все артефакты, которые были найдены в Помпее, хранятся в этом музее. Но ядро музея составляет уникальная коллекция фернезы. Это коллекция античных скульптур, известных на весь мир. Среди них, кстати, есть такая, как тирана убийцы, которая послужила прообразом наших рабочего и колхозницы Веры Мухиной. Елена пока начала знакомить нас только с коллекцией фернезы. Мы ожидаем продолжения, вторую часть экскурсии по Неаполю, где мы сможем увидеть артефакты, найденные в Помпее. Обе экскурсии находятся на нашем сайте. Вы можете легко найти их либо в разделе Италия, либо на странице Елены Личаниновой в разделе «Наши авторы». Другая потрясающая экскурсия – это из солнечной Грузии. Называется она «Шато Мухрани». Вот, казалось бы, такие два несопоставимых слова. Шато – это французский замок, Мухрани – это название грузинской деревни. Но вот именно это вы увидите в потрясающей экскурсии наших талантливых авторов Ларисы Мхитарян и Сергея Хачатуряна. Шато Мухрани – это замок мухранских князей, который находится в деревне Мухрани. Это их родина. Там стоит даже древняя башня, в которой жил род Мухрани. И начинается наше знакомство именно с деревней. Знаете, здесь какая свинюшка? Вау! Давайте сейчас я позову. «Калбатоно Венера!» «Калбатоно» на грузинском – это значит «госпожа Венера», «уважаемая», так скажем. Вот наша «Калбатоно Венера». А потом мы добираемся до самого шато. Ну и так, мои дорогие, мы находимся на территории шато Мухрани. Это замок в лучших французских традициях. Действительно, любая европейская страна может позавидовать такой красоте. И кроме сада и конюшен у этого замка есть знаменитая винодельня. Мухранские вины, известные по всей Грузии, в том числе там производят редкий для Грузии мускат. И один из видов белого вина, который производят только там. И, конечно же, мы посетим и древние подвалы винные, и увидим старинные бочки. И профессиональный экскурсовод по винодельне вместе с Ларисой будет ходить и рассказывать нам о технологии производства вин и так далее. Эту экскурсию вы можете найти на главной странице нашего сайта. Ну и еще одна экскурсия, на которую хочу обратить ваше внимание, это Новая Зеландия. Про Новую Зеландию можно сказать так. Там все другое. И природа, и растения, и климат, и ландшафты. Новая Зеландия – это страна гейзеров, вулканов, землетрясений. У нас там есть замечательный гид Светлана Хорнби. Она делает для ТОПУС эксклюзивные экскурсии, которых вы не найдете нигде на других ресурсах. Это экскурсии по городу Ротароа, центр маурийской культуры. Экскурсия по ее мини-ферме, где Светлана, собственно, живет со своим мужем и тремя сыновьями. Ну и, конечно, новая, последняя экскурсия по городу Нейпир. Город Нейпир находится на северном острове Новой Зеландии, в заливе Хокбей. И сочетает в себе древнюю историю с современной. Сам город был основан в XIX веке англичанами, но до этого там жили маурийские племена. Поэтому в рассказе Светланы постоянно переплетаются древние маурийские легенды и современная интересная история этого города. Но чем еще привлекает Нейпир туристов? Это, конечно же, зданиями. В XX веке был моден стиль арт-деко. И вот Нейпир считают столицей арт-деко в Новой Зеландии. Действительно, там сохранилось много старинных зданий, построенных в этом стиле и представляющих собой крайне-крайне архитектурный интерес. Так что, если вы хотите посмотреть, как живут люди по ту сторону земного шара, заходите на Топос, на главную страницу, находите экскурсию Нейпир, столица арт-деко Светланы Хорнби. Кроме тех экскурсий, о которых я рассказала, на главной странице вы найдете много еще новых путешествий. Это и русское кладбище в Париже, Сан-Женевьев-де-Буа. Это и прогулка по английскому городу Кантербери, который является столицей британского христианства. Бриллианты Флоренции, Санта-Кроча и Барджелло. Таинственная пустыня Негев с Юлией Хович. Прогулка по королевскому Парижу с Еленой Легран. Масса экскурсий. Я уверена, что каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Ну, а теперь пришло время рассказать вам о тех экскурсиях, которые будут идти у нас в прямом эфире на странице Топос ТВ на этой неделе. Оставайтесь с нами. Если вы любите путешествия в прямом эфире в реальном времени, то Топос ТВ – настоящая находка для вас. На странице Топос ТВ в течение всей недели идут экскурсии в прямом эфире. Мало того, вход на страницу абсолютно бесплатный. Почему бесплатный? Потому что мы хотим дать возможность пенсионерам, малоимущим, многодетным людям путешествовать с нами. Ну, а те, кто работают, оставляют пожертвования нашим экскурсоводам. Это сделать очень несложно. Если экскурсия понравилась, на странице есть кнопка «Поблагодарить автора». Нажав ее, вы попадаете на страницу с платежной системой, выбираете способ оплаты и переводите ваш небольшой донат или пожертвование гиду. Это позволяет нашему проекту продолжать существовать. Это поддерживает наших экскурсоводов, для которых виртуальные экскурсии сейчас единственная работа. Итак, что ждет нас на этой неделе на Топос ТВ? 22 числа в понедельник мы приглашаем вас в занесенный снегом очаровательный зимний Таллин. Во вторник мы погрузимся в Индию, в удивительный город Гакарна, который называют городом спокойствия. В среду побываем на лекции «Религии Индии». Топос – это еще и образовательный проект, и нас ждет интереснейшая лекция о мировоззрении в индийских религиях, настоящее погружение в религиозное самосознание индусов и рассказ о главных религиях, принятых в Индии. В четверг мы снова отправляемся в Париж с очаровательным гидом Вероникой и пройдем по следам Дягилева. 26 в пятницу нас ждет с вами прогулка по Неаполю в прямом эфире с Еленой Ельчениновой. В субботу мы отправляемся в Чехию, в город Кутногора. Этот город считается столицей серебра. Почему? Узнаем на экскурсии. В воскресенье 28-го мы отправляемся в Копенгаген Андерсона. На эту экскурсию можно брать с собой деток школьного возраста. Думаю, им будет очень интересно посмотреть Копенгаген и узнать, где жил знаменитый, любимый всеми сказочник. Подробное расписание событий на Топос.ТВ вы можете найти на странице Топос.ТВ на сайте Топос. Ну а сейчас с нами на связь вышла Александра Петрикова, наш экскурсовод в Праге. И мы можем узнать с вами последние новости. Александра, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я приветствую вас из сказочной Чехии. Скажите, как дела в Чехии? Можно ли перемещаться по стране? Открыты ли какие-то места для посещения? Да-да-да, я поняла вопрос. Что касается перемещения по стране, действительно, можно перемещаться по стране без каких-либо ограничений. Естественно, открыт старый город, можно ходить по улицам. К сожалению, закрыт въездной туризм. Люди могут к нам попасть, если они едут, например, на лечение. Если они едут по каким-то социальным нуждам, например, к своим родственникам, которых необходимо навестить. Естественно, что могут воссоединяться возлюбленные пары. В Чехии сейчас работают отели, которые размещают только те, кто находится как бы на карантине и должен этот карантин высидеть именно в отеле. В Чехии можно попасть в отель также, если вы едете сюда именно в командировку. Что касается еще каких-то глобальных важных новостей, то они приходят каждый день, постоянно меняются. Чехия это страна парадоксов. С одной стороны, у нас ужесточают меры, теперь говорят, что нужно даже носить две маски. А с другой стороны, были такие прецеденты, когда люди заходили в магазины без масок, пытались даже что-то оттуда вынести. И чешские полицейские шли им навстречу, их жалели, понимая, что ситуация очень тяжелая у многих с точки зрения психологической. Так что, в целом, я бы сказала, что у нас все неплохо. Александра, в воскресенье вы приглашаете нас в Кутну гору. Скажем так, место не самое известное большинству путешественников. Почему именно этот город? Почему именно Кутна гора? Вы знаете, это уникальный, просто это уникальный средневековый город. Это действительно была когда-то средневековая столица серебра. Кутна гора, можете себе даже представить, соперничала с Прагой за звание столицы чешского королевства. И вполне, кстати, могла бы этот статус, этот титул получить. Надо сказать, что чешский король когда-то жил даже не в Праге, а в Кутной горе. А еще мало кто знает, но в Кутной горе чеканили валюту. Это была валюта чешского королевства. Это была одна из самых ликвидных вообще валют в Европе. И чеканили ее тоже не в Праге, а в городе Кутна гора. А еще я бы хотела показать и рассказать на экскурсии про уникальный собор Святой Варвары, который строился на деньги шахтерских профсоюзов без поддержки церкви и королей. Поэтому я, конечно же, жду всех путешественников на этой экскурсии и приглашаю, и с нетерпением хочу вам рассказать всю уникальную историю. Большое спасибо, Александра. Ждем встречи с вами в воскресенье. Ну вот, друзья, наш выпуск подходит к концу. И мне осталось только показать вам небольшую видеоинструкцию о том, как регистрироваться на сайте ТОПОС, как оплачивать просмотры, как пользоваться страницей ТОПОС ТВ. Я надеюсь, что ваше путешествие с нами будет всегда познавательным, легким и приятным. До встречи на ТОПОСе! Для того, чтобы совершать видеопутешествие, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Для этого нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Выберите вкладку «Регистрация». Введите ваш электронный адрес и желаемый пароль, не менее шести знаков. Повторите пароль еще раз. Теперь нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Должна появиться надпись о том, что регистрация прошла успешно. Теперь войдите на сайт как зарегистрированный посетитель через кнопку «Вход», введя электронный адрес и пароль. Для входа на сайт вы всегда будете пользоваться кнопкой «Войти». Слева от нее находится кнопка «Профиль». Это ваш личный кабинет. Здесь вы можете проверять, сколько оплаченных просмотров лежит на вашем балансе, менять пароль в настройках, видеть отложенные для просмотра экскурсии в вашей коллекции, а также входить в оплаченные вами курсы. При необходимости пополнить баланс можно прямо из личного кабинета. Выбираем желаемое количество просмотров. Нажимаем кнопку «Купить». Выбираем способ оплаты и переходим на страницу платежного сервиса. Заполняем данные. Нажимаем «Оплатить» и возвращаемся на сайт, нажав на стрелку в нижнем левом углу экрана. Оплаченные вами просмотры появятся на вашем балансе в профиле. Теперь вы можете выбрать видеоэкскурсию из своей коллекции или перейти на главную страницу. Очень удобно собирать экскурсии в коллекцию для дальнейшего просмотра. Нажмите на сердечко вверху заставки понравившейся экскурсии, и она окажется в вашей коллекции. Коллекцию можно редактировать, удаляя из нее те экскурсии, которые вы уже посмотрели. Как начать просмотр? Нажмите на заставку понравившейся вам видеоэкскурсии. У каждой экскурсии есть описание, включающее стоимость просмотра и продолжительность видео, бесплатный трейлер и отзывы. Вам все нравится? Тогда нажимаем кнопку «Смотреть полностью». Во всплывающем окне вы увидите, сколько просмотров спишется с вашего баланса. Нажимаем кнопку «Начать просмотр». Ваше путешествие началось. Ссылка на видео активна в течение 90 минут. Во время просмотра вы можете останавливать плеер на 2-3 минуты, прокручивать видео вперед или назад. Внимание! Не закрывайте страницу с видеоэкскурсией до окончания просмотра. Повторно она не откроется. В конце видео вы можете перейти на страницу автора и посмотреть его другие видеоэкскурсии. Не спешите закрывать страницу с экскурсией и оставьте отзыв. После закрытия страницы вернуться на нее для того, чтобы это сделать, будет уже невозможно. Теперь вы можете перейти на страницу автора и узнать, какие еще видеоэкскурсии он предлагает, а также прочитать небольшой рассказ автора о себе. Приятных вам видеопутешествий! Субтитры создавал DimaTorzok